Всем привет на канале Удачи! Сегодня мы с вами продолжаем тематику политики у нас на канале и я приготовил некоторые материалы вот сейчас я вам буду их зачитывать чтобы не сбиться чтобы не ошибиться и естественно вы потом можете комментировать высказывать свое мнение свою точку зрения по данным вопросам и так мы начинаем с того что у нас в германии 9 июня состоялись выборы в европарламент кто выиграл кто не выиграл кто проиграл это уже остается за кулисами я хотел бы сейчас вам осветить одну маленькую такую тему в которую попал наш канцлер за несколько дней до выборов в европарламент в дуйсбурге он выступал на демонстрации перед людьми со своей предвыборной речью я буду вам зачитывать а вы просто слушайте и вдумывайтесь то что я для вас подготовил такие материалы перед выборами в европарламент канцлер шольц выступал с речью в дуйсбурге в самом начале его выступления из толпы начали раздаваться клики что у него руки в крови палестинцев и что он поощряет израиль на убийство в секторе газа среди собравшихся послушать выступления канцлера и политиков из его команды в толпе людей рассеялись пропалестинские демонстранты в количестве 80 человек и как только канцлер шольц начал говорить эти демонстранты подожгли петарды и стали бросать их в толпу людей с целью нагнетания обстановки и вызова паники среди собравшихся затем скучившись в единую толпу они кричали и размахивали флагами палестины предварительно измазав свои ладони красной краской полиция вмешалась тут же и устранила защинщиков хаоса а теперь обратите внимание на такой маленький момент внезапно посреди демонстрации слышатся взрывы это взрывается петарда среди большого количества людей вызывая страх у многих естественно в толпе разгорается паника начинается давка на что рассчитывали эти пропалестинские демонстранты вслед за петардами могут прозвучать и выстрелы по своему звуку схожие с хлопками петард а могут быть использованы и ножи для устрашения или ликвидации не только политиков как это случилось в Манхайме 31 мая но и простых граждан не имеющих никакого отношения к пропалестинским демонстрантам интерес вызывает тот факт, что за свободу Палестины оголтело ратуют те люди, которые не могут показать на карте страну своего проживания то есть Германию это на полном серьезе, без шуток без шуток у нас многие люди, даже заканчивающие реаль, шуле или гимназию они не могут показать на карте саму Германию как же они учились и поэтому сразу напрашивается вопрос с такими людьми, какую разъяснительную работу можно вести, если они элементарного не понимают и не знают только за нарушение общественного порядка и за незаконное использование пиротехники в месте большого скопления людей могущие привести к ожогам и тяжелым травмам всех этих демонстрантов согласно букве закона необходимо отправить за решетку ведь ни один же нормальный человек так не поступит пусть его мнение и расходится кардинально с мнением большинства все эти палестинские демонстранты пропалестинские демонстранты они просто ведут себя последнее время здесь настолько ожесточенно и оголтело что задаешься невольно вопросом а все ли у них в порядке с головой если вы такие, скажем так, псевдопатриоты пожалуйста визу и контроль еще никто не отменял вы можете спокойно ехать туда и показать себя на стороне палестинцев и не забывайте о том, что в руках Хамас все еще есть израильские заложники которых Хамас прячет не у себя в катакомбах а распределяет между своих палестинских семей в качестве пленников чтобы не так легко было до них добраться но тем не менее, когда Хамас чувствует что сейчас будет стычка сейчас будет военная операция со стороны Цахал они почему-то берут этих заложников прячут за женщинами и детьми чтобы потом мировому сообществу сказать вот какой плохой Израиль он убивает наших детей и мирных женщин я посмотрел Википедию чтобы не быть голословным и вот что нам пишет Википедия вкратце по Палестине западный берег реки Иордан это регион на Ближнем Востоке являющийся одной из двух частей частично признанного арабского государства Палестина с точки зрения Совета Безопасности ООН территория западного берега находится под оккупацией Израиля Израиль же напротив оспаривает определение территории западного берега реки Иордан как оккупированной настаивая на международном термине спорная территория в качестве основных аргументов в пользу этой позиции приводится оборонительный характер арабо-израильской войны 48-го года и шестидневной войны 67-го года а также отсутствие признанного международного суверенитета над этими территориями до 67-го года и историческое право еврейского народа на землю Израиля после оккупации Израиль не предложил арабским жителям западного берега своего гражданства и не аннексировал территорию однако начал создавать там еврейские поселения создание этих поселений неоднократно суждалось ООН и многими другими государствами в том числе и США израильская общественная организация Бецалем утверждает что свободный вход арабам в эти поселения запрещен не указывая однако на тот факт что это в основном связано с обеспечением безопасности жителей поселений и терактами устраиваемыми арабами в этих поселениях некоторые источники сравнивают ситуацию с апартеидом другие же источники отвергают такое мнение заявляя что ограничения наложенные на арабов с западного берега реки Иордан связаны исключительно с безопасностью государства Израиль ну давайте теперь мы сейчас отвлечемся от Ближнего Востока и обратимся к острову Кипр так просто для расширения кругозора тех кто все еще кричит что Палестину нужно освободить на вскидку кто припомнит сколько лет назад Турция оккупировала половину островного государства Кипра ладненько не напрягайтесь давайте смотреть по фактам 15 июля 1974 года на Кипре происходит военный переворот в результате которого президент Макариас сбегает в Лондон власть переходит в руки радикально настроенной экстремистской организации известной своей антитурецкой активностью маленький пункт на Кипре живет много народностей живут греки живут турки живут те же самые боснийцы это основные народности несмотря на заверения новых правителей в лояльности к турецкому населению Кипра Турция на всякий случай отправляет на Кипр 20 июля 1974 года свою армию для защиты этнических турков однако же через день 21 числа в результате подрывной работы киприотской разведки было спровоцировано крупномасштабное сражение между турецким флотом и турецкой авиацией сражения и военные столкновения на Кипре длились вплоть до конца августа 1974 года Турция обосновала свои действия по оккупации северной части острова договором о гарантиях независимости Кипра 1960 года согласно которому гарантами независимости выступали Греция, Турция и Великобритания в результате остров Кипр остался разделенным на турецкий север по факту турецкую территорию с турецким населением и киприотский юг а теперь возвращаемся обратно к Израилю и Палестине при создании государства Израиль на новую территорию из Ирака была переправлена еврейская диаспора люди хотели просто жить в своей стране эфиопские иудеи, египетские и советские евреи все ехали строить свою жизнь в новой стране сегодня потомки всех переселенцев борются с арабскими и палестинскими боевиками по большей части поддерживаемыми иранскими властями за свое существование что у меня действительно вызывает недоумение так это то, что люди живущие в других странах и не имеющие никакого отношения ни к Израилю, ни к Палестине бегают по улицам с палестинскими флагами и требуют справедливости для палестинцев спрятавших за своей спиной нож чтобы при любом удобном случае вонзить его в спину Израиля или тех же самых своих защитников западных стран в завершение я просто хотел бы сказать кто-то сейчас скажет кто-то сейчас скажет какое отношение имеет Турция, Кипр к Израилю и Палестине я просто провожу параллель Турция на Кипре охраняет до сих пор своих этнических турков от кипривотских властей то есть когда к власти на Кипре пришли военные скажем так, партизаны, военные полковники то, что они заверили на словах что они будут лояльно относиться к этническим туркам документально не было заверено это значит, что репрессии наказания, незаконные политические заключения имели место быть если бы Турция не вела свои войска но сегодня многие, уже забыв об этом говорят, что Турция оккупировала территорию Кипра и занимается геноцидом киприотского населения а вот теперь просто посмотрите видео разные видео с Кипра со стороны киприотов и со стороны Турции где кто лучше живет а потом будете рассуждать на тему кто прав в этой войне кто не прав в этой войне если Турция защищала этнических турков на Кипре то почему Израиль не может защищать свое население почему Израиль не может проводить военные операции по освобождению своих заложников из рук Хамаса и почему, если Израиль строит свои поселения или около сектора Газа расширяя свою территорию или же у реки Иордан многие арабы некоторые из них не хотят принимать израильское гражданство а многие просто-напросто отказываются жить в Израиле хотя там очень много в Израиле арабов, самих выходцев из Палестины они работают инженерами, врачами на заводах, на фактах где угодно они там работают и живут хорошо имеют израильское гражданство и осуждают действия Хамаса люди, живущие там сами, палестинцы которые уже годами имеют гражданство Израиля осуждают действия Хамаса и не могут понять почему мировое сообщество так брызжет слюной изо рта защищая действия террористической организации Хамас ну и в конце по тому афганскому убийце который совершил теракт 31 мая в Манхайме убив полицейского и ранив еще несколько человек пока немецкие политики обсуждали эту тему выдворять, не выдворять, депортировать или нет, в какие страны все-таки Афганистан тоже как бы спорная страна там Талибану власти и так далее но это же нужно будет платить большие деньги потому что Афганистан все-таки не принимает тех людей, которые убежали когда-то из Афганистана он их не берет обратно через несколько дней после таких вот сомнительных заявлений немецких политиков главари Талибан сказали открыто пожалуйста сколько у вас афганских беженцев которых вы терпите и не даете им статус беженца мы готовы принять всех вопрос только упирается в количество денег то есть Талибан готов принять всех вот этих вот нелегальных мигрантов бежавших неважно откуда из Афганистана, из Сии или еще откуда на свою территорию но естественно за каждого Талибан потребует крупную сумму денег ну минимум 100 тысяч за каждого минимум а это в переводе на их тугрики ах, огромнейшие деньги действительно огромнейшие деньги ведь ни для кого не секрет что почему Афганистан подписал договора с Европой о непоставках опиума и наркотиков на территорию в той же самой Германии или Голландии потому что Европа ежегодно платит сумасшедшие миллиарды долларов Афганистану только за эту договоренность там по-моему что-то около 6 миллиардов долларов ежегодно вдумайтесь в эти суммы 6 миллиардов долларов ежегодно получает афганское правительство не важно кто стоит у власти только за то что они не отправляют наркотики в Европу как бы не отправляют но получают деньги поэтому за вот этих вот беженцев которые находятся здесь на территории страны Германии нелегально Афганистан тоже готов принять обратно как я уже сказал вопрос упирается в количество денег вот и все что я вам сегодня хотел сказать новостей на сегодня больше нет будьте нам здоровы и всем удачи пока пока на сегодняшний раз подогнал и все и все и все и все